Добрый день! Время новостей на 12-м канале. В студии Елена Бобкова и коротко о главном. Не смог выйти из комы, скончался еще один пострадавший в аварии на метромосту. Смогут ли полицейские выяснить истинную причину ДТП, в котором погибло уже три человека? Нужен для расширения авиаперевозок. Губернатор Александр Бурков в Москве вновь поднял вопрос со строительством аэропорта Федоровка. С риском для жизни омичей предупреждают. Лед на Иртыше начал таять. Названы самые опасные места на водоемах. После пистолетов взяли на вооружение цитаты классиков. В суде с последним словом выступили участники группировки, обстрелявшие силовиков. И лишилось лап, но невозможности ходить. Новосибирские ветеринары провели уникальную операцию омской собаки. Животные привезли сотрудники приюта друг. В больнице скончался третий пострадавший в смертельной аварии с Мерседесом у метромоста. Погиб 21-летний спортсмен Игорь Татаринов. Студент так и не вышел из продолжительной комы. На прошлой неделе, напомню, стало известно о гибели 47-летнего Александра Дубинского. Пациент, казалось бы, пошел на поправку. Его перевели из реанимации в палату. Однако организм не смог восстановиться после повреждений. Теперь 39-летний майор полиции Евгений Гайдамак, супруге которого и принадлежит разбитая иномарка, единственный, кто остался в живых. ЧП, напомню, произошло в конце января. На перекрестке улиц Орджоникидзе и Фрунзе в фонарный столб врезался Мерседес-Бенц. Иномарка опрокинулась. Трех пассажиров и водителя выбросило из салона. Один из них скончался на месте. Теперь прояснить причины страшного ДТП может лишь майор полиции. Следователи продолжают выяснять, кто из потерпевших вел иномарку и был ли водитель пьян. Окончательного ответа на эти вопросы силовики пока не дают. Расследование уголовного дела продолжается. На кону путевка в финал сборной России по хоккею. Сегодня в Пекине встречается с командой Швеции. В четверть финале Трикрунур сенсационно в сухую обыграли канадцев 2-0. Самоотверженно облокировали броски соперника и не позволяли кленовым листьям развернуться на пятачке. Активно шведы играют и в атаки. Нападающий Лукас Вальмарк сейчас лучший снайпер турнира. У него в активе пять шайб в четырех встречах. Подопечная Мжамнова стоит уделить внимание дисциплине и исключить ненужные удаления. Напомню, что в составе российской сборной выступают хоккеисты «Авангарда». У Кирилла Семенова на счету две шайбы и одна передача. У Арсения Грецюка гол плюс два паса. У защитника Дамира Шеребзянова плюс два по показателю полезности. Удастся ли россиянам выиграть путевку в финал, узнаем уже скоро. Встреча начнется в 19.10 по омскому времени. Александр Бурков обсудил с министром транспорта страны строительство аэропорта Федоровка. Встреча губернатора с Виталием Савельевым проходила в Москве. Главной темой стало развитие транспортного комплекса региона. Александр Бурков попросил поддержать реализацию важнейших инфраструктурных объектов. Он пояснил, что для увеличения пассажиропотока и воздушных грузоперевозок необходим аэропорт за границами города. Расширить площадь имеющейся воздушной гавани невозможно, а значит нельзя нарастить пропускную способность. Принимать крупные грузовые суда она тоже не сможет. В ходе встречи обсуждалось также строительство северного обхода, который соединит Тюменскую и Новосибирскую трассы. Потенциальные инвесторы готовы вложить 30 миллиардов рублей. Поднимались вопросы ремонта дорог в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею и возможность федерального финансирования реконструкции транспортной развязки у станции входная. Не выходить на лед. Такие предупреждения мечам делают спасатели. В службе МЧС заявили, что ледяной покров на водоемах уже становится тонким. Передвигаться по нему опасно для жизни. Самые непредсказуемые места в устьях рек или около берегов. В ближайшее время в регионе ожидаются перепады температуры, из-за чего лед продолжит таять. Чтобы избежать несчастных случаев, в городе продолжаются рейды по водоемам. Сотрудники Департамента общественной безопасности проводят профилактические беседы с теми, кто выходит на зимний покров рек. Также устанавливают запрещающие знаки. Что касается ледовых переправ в районах, пока они открыты для движения транспорта. Цитировали французских классиков и грозили карой небес. В областном суде с последним словом выступили участники банды, обстрелявшие около континента сотрудников ФСБ. Служители Фемиды предоставили обвиняемым возможность поправить свое положение и повлиять на приговор. В итоге криминальные авторитеты зазубрили знаменитые высказывания великих литераторов и попытались переложить ответственность друг на друга, вместо того, чтобы признать вину. Так, главарь ОПГ процитировал Виктора Гюго и заявил, что безгрешенно. Наемный киллер, которого банда вызвала из Тюмени ради заказного убийства, объявил Всевышний, видит несправедливость по отношению к подсудимым и пообещал, что Аллах покарает силовиков. Хотелось бы вам сказать еще одни слова Гюго, что перед тем, как обвинять, нужно проследить путь, по которому прошел грех. На моем пути греха не было, ваше честь. Поэтому прошу вас о честном справедливом решении. Всевышний свидетель и вам, потому что то, что вы считаете, дружи, то и делай. Больше я ничего не... Ну, скажи, иншаллах, Аллах накажет. Не знаю, как попало. Я ничего не сделал. То, что я сделал, свою вину признал я. А то, что данный правитель хочет нам не верить, это я уже... Напомню, история Омской ОПГ стала известна еще два года назад, после скандального задержания на парковке у торгового центра. Следствие установило на счету подсудимых незаконный оборот оружия, грабежи, кражи, угоны, поджоги. Расстрел человека, который, к счастью, выжил. И череда других тяжких преступлений, обвиняемые в общей сложности, могут отправиться за решетку почти на 60 лет. Как попытался обелить свое имя бизнесмен, по распоряжению которого банда похитила человека, когда областной суд поставит точку в резонансной истории и вынесет приговор. Подробности в новом выпуске проекта основано на реальных событиях Омск. Сегодня в 20 часов, сразу после итогового выпуска новостей. Летают за рубеж на нашем топливе. Омский нефтеперерабатывающий завод за год произвел более 35 тысяч тонн авиационного керосина для международных рейсов. В целом, на двух НПЗ «Газпромнефти» в Омске и Москве выпуск топлива для самолетов увеличился сразу на 40%, до 2,5 миллионов тонн. Взлетели и другие показатели. На 16,5% вырос выпуск высокотехнологичного бензина «Джидрайв». В сравнении с 2020 годом почти на 8% увеличился объем производства дизельного топлива. Рост производства востребованных нефтепродуктов – это результат программы модернизации заводов, которую продолжает «Газпромнефть». В плюсе и экономика региона. У НПЗ входит число крупнейших налогоплательщиков области. За прошлый год первая десятка омских предприятий пополнила городскую казну на миллиард рублей, а региональную – на 20 миллиардов. Такие данные приводит областная налоговая служба. Бюджетные средства традиционно направляют на поддержку здравоохранения, культуры, спорта и социальные выплаты. Снова может ходить собаки по кличке Труди из омского приюта «Друг» поставили протезы. Деньги на их изготовление и операцию неравнодушные собирали около года. Сумма немалая, потребовалась несколько сотен тысяч рублей. Труди попала в приют в феврале 2020-го. Ее нашли на улице Труда, отсюда и имя собаки. У животного были раздроблены лапы, живот и голова покрыты ранами. Что произошло с питомцем, выяснить так и не удалось. Собаку взяли в приют, и чтобы она снова смогла ходить, потребовалось протезирование. Такие операции делают в Новосибирске, куда и отправилась Труди. Вот Труди уже в клинике. Естественно, проходит первоначальный еще один осмотр перед операцией. Операция прошла без осложнений. Протезы из Титана заменили Труди лапы. Еще какое-то время она проведет в стационаре под наблюдением врачей. Ну а сразу после снова вернется домой в приют. Там ей предстоит долгая реабилитация. Добавлю, что осенью подобную операцию сделали другому питомцу. Собаке из Новосибирска по кличке Моника. Местный ветеринар поставил ей 4 протеза, изготовленных с помощью 3D-принтера. Теперь животное не только может ходить, но и вскоре сменит место жительства, переедет в Лондон. Там находится специальный приют для кошек и собак, ставших жертвами жестокого обращения. Спектакль, который смотрел сам Достоевский, увидят вскоре о мечи. В Горьковском районе на открытии зимних спортивных игр «Праздник Севера» покажут народную драму «Лодка». Постановке несколько сотен лет ее называют первым иммерсивным спектаклем в России. Великий писатель познакомился с ним, будучи в Омске на каторге. Впечатления описал в записках из «Мертвого дома». Благодаря кому текст народной драмы сохранился до наших дней и почему ее включили в реестр нематериального культурного наследия Омской области, расскажет Наталья Бельская. В центре Горьковского строят корабль. За несколько минут на пустой площади появляется корпус лодки, которую грибцы поведут вперед. Команду набирают из местных жителей. Весело было нам, весело было нам. Такую форму постановки с вовлечением в театральное действие зрителей сейчас называют иммерсивным спектаклем. Но, как оказалось, известна она давно. Сама драма «Лодка» была написана несколько веков назад. Актеры изображали атамана и ясаола, которые отправляются вниз по реке в поисках невесты. С собой брали всех желающих. Путешественников ждали не только смех, но и слезы. У драмы было два финала. Один – свадьба с красавицей, второй – ее смерть. Она сложная, она трагикомичная. Инверсионные древние формы. Сейчас современный театр до них только доходит. А в традиционном фольклорном театре они как раз этим и живут. То есть здесь одно перетекает в другое, и ты иногда не замечаешь, где этот переход происходит. С народной драмой в Омске познакомился Федор Михайлович Достоевский, когда отбывал каторгу. В Остроге единственным развлечением арестантов был театр. На сцене каторжники преображались, разыгрывая любительские сценки. Уже на свободе классик вспомнит об этом в записках из «Мертвого дома». В главе представления Федор Михайлович описывает, как на святке проходили такие представления, кто был его участниками, что они из себя представляли, что это было импровизационное такое действие. Доплыть драме «Лодка» до наших дней помогла народная любовь. Текст в памяти сохранила Евдокия Филипповна Мыкина, жительница села Астыровка Горьковского района. Запись делали студенты педуниверситета во время фольклорной экспедиции. В этом нет ничего удивительного, говорят астыровцы. В селе несколько поющих династий, а репертуар местного хора составляют в основном песни старожилов. Праздничные есть и троицкие песни. Ко всем праздникам, которые мы празднуем все вместе, они были написаны, петы, и мы сейчас вот это вот несём, свою традицию, как бы помним, не забываем свои песни. Народная драма «Лодка» сейчас входит в реестр нематериального культурного наследия Омской области. Заново строить её в центре посёлка начнут 4 марта. С участием гостей, которые приедут на открытие праздника «Севера» – зимних спортивных соревнований среди районов. При желании можно будет посетить и поющее село. От райцентра оно находится в пяти километрах. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Амичи смогут взять автографы олимпийских чемпионов и призёров. А в ледовом шоу на «Красной звезде» примет участие известная фигуристка Полина Цурская. Сегодня организаторы раскрыли некоторые детали дня зимних видов спорта. Напомню, Омск стал главной федеральной площадкой всероссийского праздника. Местом притяжения гостей станет спорткомплекс «Красная звезда». 26 февраля там будет организована концертная программа. На площади развернутся пять площадок, посвящённых зимним олимпийским играм. На стадионе в этот день пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а на катке по клинкобежному спорту, кёрлингу и фигурному катанию. Также состоятся матчи по хоккею среди юношей. Шанс вырваться в лидеры. Омский скиф на выходных проведёт точные встречи против фаворита чемпионата в ИГТУ «Воронеж». Наша команда отстаёт от гостей всего на три очка и в случае двух побед возглавит турнирную таблицу. А мячи не знают поражения уже восемь игр подряд. В минувшем туре подопечные Фитилёвы не без труда обошли ближайшего преследователя «Чеховских медведей-2». А вот в «Южане» предыдущий матч против «Спартака» проиграли 28-31. До окончания регулярки осталось всего четыре игры. И с большей долей вероятности «Скиф» и «Воронеж» встретятся в финале плей-офф и поборются за путёвку в Суперлигу. Команда быстрая, любую ошибку используют, сразу убегают в отрыв, пытаются забить лёгкие голы. Ну, в принципе, сейчас все так играют, мы тоже пытаемся это сыграть. В полном составе готовимся к этим играм, потому что все те, кто был травмированный, залечивал, так скажем, раны, все в строю, все готовы. И даже те, кто болел, все в форме. Матчи пройдут на площадке «Велотрека». Первый уже завтра, 19 февраля в 18.30. Ну, а следующий в воскресенье, 20 числа, начало в 16 часов. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их к нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Не только оптом, но и в розницу в Омске открылся фирменный магазин компании «Рыбный гурман», которая более 20 лет занимается переработкой речной и морской рыбы и производит свыше 300 наименований различной продукции. В магазине работают профессиональные повара, которые могут почистить и разделать выбранную вами рыбу, а при желании даже приготовить ее сразу же в коптильне на опилках. Здесь же можно выбрать уже готовый горячий обед или ужин и заказать доставку. Подробности далее. Стейки из красной рыбы, охлажденная скумбрия, терпук и даже живые раки. Рыбный гурман готов удовлетворить любые потребности покупателя. В магазине есть и своя коптильня. На витринах уже готовая рыба. Можно сделать и заказ к определенному времени. Наша семья, мы любим рыбу, поэтому приезжаем часто в этот магазин. Нравится ассортимент, что есть большой выбор. Качество, конечно, продукции и очень удобно, что есть доставка. Порезить вкусовые рецепторы можно и салатами собственного производства, а также соленой рыбой и роллами. Чтобы не тратить время на готовку, можно выбрать полуфабрикаты. В нашем магазине мы предоставляем вам всегда свежую, качественную продукцию. Наши повара с удовольствием для вас ее порежут, почистят, даже приготовят. Ну а также в нашем магазине вы всегда можете купить уже готовые и обеды, и ужины для всей вашей семьи. Раньше купить продукцию рыбного гурмана можно было только оптом. Теперь для Амичей открылся магазин розничной торговли по адресу 10 лет октября 72, остановка городской музей. Заказать доставку и сделать предварительный заказ можно по номеру, который сейчас на экранах. Магазин работает с 9 утра и до 9 вечера. Лакомство на любой вкус. Лучшие пчеловоды страны приглашают Амичей на выставку продажу меда. Покупателям предлагают десятки не только вкусных, но и полезных сортов с пасек Алтая, Башкирии и Краснодарского края. На выбор как лечебные, так и десертные виды натурального продукта. Все дни работы действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. На выбор Амичей на ярмарке меда больше 20 сортов янтарного лакомства. Все они собраны в экологически чистых уголках нашей страны, на лучших пасеках Башкирии, Алтае и Краснодарского края. Десертные сорта с добавлением фруктов, орехов и ягод отлично подойдут к домашнему чаепитию. А целебные виды меда помогут поддержать иммунитет в период вирусных заболеваний. Больше пользуется популярностью, конечно, такой мед, как бортьевой диких пчел. За счет того, что он прогоняется не через медогонку, а методом прессования. Вся пчелопродукция, что имеется в ячейках сот, перга, прополис, маточное молочко, опускается в этот медок. Поэтому он обогащен кальцием, магнием, железом. За счет этого очень эффективно и быстро повышается иммунитет. Те, кто хочет поправить здоровье, могут приобрести и различные пчелопродукты. От прополиса и перги до маточного молочка и восковой моли. Также для всех покупателей на ярмарке подготовили приятную акцию. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Оценить качество целебного продукта омичи могут сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 17 по 21 февраля в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Баранова, в экспоцентре «Остановка Континент», а также в ДК имени Малунцева. И о погоде спонсор прогноза ИПИ Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 19 февраля, в Омске переменная облачность. Ночью минус 13-15, днем 6-8 градусов холода. В районах Пасмурно ночью минус 12-14, днем минус 7-9. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Распродажи меда с 14 февраля по 13 марта. Акция. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда в подарок. Мед привезен из деревень Алтайского и Краснодарского края в Саратовской области. ТД «Корона», остановка ДК «Баранова», экспо «Форум», остановка ТРЦ «Континент» и ДК «Малунцева». О развитии событий уже в 17 часов. До встречи.